4. Какова цель первого Адама? К чему он стремится беспрестанно, не щадя сил? Совершенно очевидно, что у него одна цель, которую перед ним поставил Привечный – быть человеком, быть самим собой. 5. Первый Адам хочет быть человеком, обнаружить свою подлинность, связанную с его человеческой сущностью. Каким видит себя Адам? Он применяет к самому себе простую формулу, которую мы находим в 8-м псалме, стих 6, где говорится об особом положении человека в природе. 6. И ты умолил его немногим перед ангелами, и славой и величием увенчал его. 7. Сноска номер 1. Человек – создание почтенное, достойное уважения, а быть человеком – значит жить с достоинством. 8. Однако это уравнение с двумя неизвестными нуждается в дополнительном уточнении. 9. Мы должны ответить на вопрос, что такое честь, достоинство и как это обрести. 9. Ответ также находим у псалмопевца, который видит в человеке не только существо, достойное уважения, но также и существо величественное, славное, и он определяет сущность славы человеческой словами предельно ясными. 10. Ты сделал его властелином над творениями рук твоих, все положил к ногам его. 10. Псалмы 8.7. Иначе говоря, псалмопевец видит величие и честь человека в его способности властвовать над окружающей средой. 11. Человек обретает достоинство посредством славы и величественного положения по отношению к окружающей среде. 11. Существование дикаря бесславно, недостойно, потому что оно беспомощно. 12. Человеческое существование достойно, потому что ему присущи слава, величие и могущество. 13. Отсюда следует, что достоинство недостижимо до тех пор, пока он не перейдет от жизни неосмысленной и беспомощной к жизни разумной, заранее запланированной и полной величия. 14. Для разъяснения двойной формулы «человеческая природа равна чести достоинству, а честь славе величию» необходимо отметить следующее. 15. Нет достоинства безответственности, а нести ответственность можно при условии, что человек способен исполнить связанные с этим обязательства. 16. Лишь тогда, когда человек поднимается на ступень свободы действия и творческой деятельности разума, он начинает осуществлять почетную миссию ответственности, возложенную на него Творцом. 17. Человеческое достоинство, находящее выражение в сознании человека, что он несет ответственность и способен выполнить возложенную на него задачу, недостижимо до тех пор, пока человек не подчинит себе окружающую среду. 18. Ибо жизнь, подвластная, неодушевленным элементарным силам, есть жизнь без ответственности, и поэтому она лишена достоинства. 18. Смотри, Рамбам, ГБТЕ, 1.24. 18. Человек, не умевший бороться с болезнями и погибавший от чумы и лихорадки, униженный и беспомощный, не мог претендовать на достоинство. 18. Только человек, строящий больницы, открывающий новые методы лечения и спасающий человеческую жизнь, достоинством наделен. 18. Человек в XVII или XVIII веке вынужден был от Бостона до Нью-Йорка добираться в течение дней. 18. Он был в меньшей мере наделен достоинством, чем наш современник, который в полночь поднимается на борт самолета в аэропорту Нью-Йорка, а через несколько часов ходит уже по улицам Лондона. 19. СНОСК НОМЕР 2. «Дикарь беспомощен и поэтому лишен достоинства. Цивилизованный человек достиг некоторой власти над природой и в известном смысле стал властелином природы, тем самым он обрел достоинство. Власть позволяет ему действовать в соответствии с его обязанностями». Итак, первый человек энергичен, смел и стремится к победе. Его девиз – успех, победа над силами природы. Он занимается творческим трудом, стремясь уподобиться своему Творцу. «Наиболее характерным воплощением первого Адама является ученый-математик, который уводит нас от всей совокупности ощутимого, от цвета и звука, от осязаемого и обоняемого, то есть от воспринимаемого человеческими чувствами, и переносит нас в формальный относительный мир мыслительных конструкций, который есть плод произвольных, в кавычках, гипотез, утверждений и доказательств». Этот мир, сотканный из процессов человеческого мышления, действует с удивительной точностью и существует параллельно с действиями многообразного ощутимого нами мира. «Современный ученый не пытается объяснить природу. Он только создает ее дубликат. Во всем величии и великолепии он создает свой собственный мир, и каким-то удивительным и непостижимым образом ему удается осуществлять контроль над окружающей средой, манипулируя созданными им математическими конструкциями». Первый Адам не является исключительно творцом-теоретиком. Он также творец-эстет. Разумом своим он формирует идеи, а в сердце своем он создает прекрасное. Он получает удовольствие как от интеллектуального, так и от эстетического творчества и гордится им. Он проявляет творческие силы также и в сфере закона. Он устанавливает для себя законы и определяет нормы поведения, потому что достойное существование есть упорядоченное. Анархия и достоинство исключают друг друга. Первого Адама привлекает этот мир. Он склоняется к ограниченному, сосредоточен на прекрасном. Первый Адам неизменно является эстетом, занимаясь проблемами интеллектуальными или этическими. Не идея добра, а идея прекрасного воздействует на его сознание. Разум его стремится не к истине, а к приятному и полезному, находящемуся в сфере эстетики, но не в области логики и этики. Сноска номер три. Действуя таким образом, первый Адам хочет выполнить миссию, возложенную на него Творцом, который на рассвете таинственного шестого дня Творения обратился к человеку и повелел ему «И наполняйте землю и овладевайте дею». Бог пожелал, чтобы история первого Адама стала великой сагой об освобождении человека-раба, который постепенно превращается в человека-господина. Преследуя эту цель, движимый стремлением, которому он не может сопротивляться, первый Адам преодолевает ограниченность вероятного и благоразумного и выходит на бескрайние просторы неограниченной Вселенной. Жажда простора, какой бы безрассудно смелой и фантастической она ни была, является легитимной. Человек, устремляющийся к далеким звездам, действует в соответствии со своей природой, созданной и направляемой по воле Творца. В этом проявляется покорность, а не бунт против Бога. Итак, мы пришли к тройной формуле. Человеческая природа равно достоинство, равно ответственность, равно величие.